Дворческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактун Сайфли. Ну что, костюмчик уже практически готов. Что, к признанию в любви, так называется, одна из книг в моей библиотеке, позитивное мышление и смежные науки. Или еще немножко теса. Ох, и такая эротическая, такая супер эротическая звезда. Супер, такая супер звезда. Ах, мне нужна сумочка, ну сейчас. Чувак, мне такую сумочку, сумочку, какую сумочку. Ту, эту. Ах, немножко эта штучка упала. Ну что, я ее подниму чуть позже. Чуть позже подниму. Дизайнер. 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 Да. Кручок, квартира. Кручик, а квартира где они лежат. Ух. 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 Бук. Ух. живот втянуть на шляпу сниму я так отделом подумала шляпку такой дизайнерский дизайнерский костюмчик такой супер дизайнерский супер эротический ах этот эротик арказмическая звезда такая арказмическая это можно встретить в париже можно уже в париж на подиум где еще одна сумочка еще сумочки еще сумки сейчас ну да эти сумочки это еще пиджак-то этот был такой дизайнерский пиджак где он там пиджак это пиджак ах это пиджак супер пиджак там тоже омолодила то есть подходит вот такая такая вся обратите внимание я уже могу ехать на показ мод милану милана париж не знаю джапан я уже готова джапан меня уже ждет внимание это под цвет моей картины сейчас пелсалман еще понесет картину пелсалман все сама делает сейчас пелсалман потащит эту картину туда чтобы это был бэкграунд и будет читать книгу о любви так что вот так волосы красивые нужно волосы красиво сделать так что вот милану парижа я уже чувствую вообще уже про то топ супер топ модель супер топ модель ну ничего как нужно это просто повышать свой этот уровень комфорта богатеть и немножко похудеем да в общем как-то я такая вот ну кашки кашки макарошки картошечка ну вы поняли да майонезики как-то так татьяна салмана понимаете блинчики это это масло эти блинчики в общем как-то танка на клубничку понимаете органик клубника вот это вот диета омары лобстеры черная красная икра эти вкусные свежие как-то салаты понимаете вот эти вот органик салаты ну немножко тирамису ну как в америке так что немножко нужно как-то немножко как-то вот это вот ну да для этих подиумов только эти знаете выступать а знаете у них там сейчас разные есть и модели я такая знаете вообще такая просто аппетитная так что не надо мне там писать что как-то вот это на востоке любят таких знаете аппетитных так что не надо ну конечно чтобы это для моделей тут немножко немножко нужно похудеть я считаю что просто я такая просто супер такая супер эротика так что вот а что это вешалка что ли ходить этой вешалкой понимаете так что вот не знаем с вами еще обсудим дизайнерские сапоги обратите внимание очень недобные прийти внимание ах я такая это аппетитно-экзотически-эротическая ах уже хочется в эти миланы в париже я уже прийти готова вылетать туда начать на самолете так что вот шляпу надо нужно снять книжки признания в любви в общем что про то это просто супер быстренько сделала вот это уже вышло да из коллекции проскируете то есть и руку пиджака написала пиджак то есть пиджак то есть пиджак то есть пиджак то конечно могу накинуть пиджак жарко для пиджака пиджака жарко а еще сумочки на расчищу сумки что-нибудь такое рекламировать что такое рекламировать что-нибудь такое российское фактическое еще вот эту сумку ах я такая я уже чувствую себя что уже готова я уже знаете вот это прям чувствую что я думаю как выйду у них там в миланях в париже так что вот туда на первый ряд на первый ряд к ним вот эти вот смотреть что там у них такого интересного что-нибудь новенького они придумали ах ты чакры чакры ах ты супер чакр это просто супер красотка ну это все все мои мои вещи эти вещи в основном куплены у меня в магазинчике ламу да ламу да и вау да и имейте эту виду ламу да и вау да и он даже душ принять пол я мыла в это мусор выносила каждый нужно душ принять что у нас же не ожидает этих грязных танцев так что нужно конечно принять душ так что погода такая шепчет очень ждем дождь и когда пока что-то как-то как-то слава прошел дождь и как-то слава прошел в общем все туда чуть-чуть сюда так чуть-чуть сюда ах я такая звезда ах я такая звезда сейчас там штуку открою чаш ах это картина я хотела картина туда понести картина ну да вот эта шляпа картина вот это все там вообще сломалась но аккуратней все очень хорошо но аккуратней понимаете картина в общем вот этот ну все я понесла картина я понесла понимаете тут вымышься вымышься картина таскать надо туда там да там в было все туда а а а а а а а а а на а а ты какая супер аппетитная ну что картина я уже там сейчас вам покажу сейчас я вам покажу эту штуку такая красотка в супер шляпе. Как в Париже без шляпы? Там у них все кондиционеры. В общем, картина сюда уже поставила. Картина я уже сюда поставила. Сейчас дальше вот это вот. Такая супер красотка. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум-Сайфудин. Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум-Сайфудин. Специалист в области позитивной психологии и личностного роста. О, моя кошечка гуляет, красотка. Сейчас. Ну что, еще это куда-либо? Сюда-либо. Прямо. Ну что, заносим. Заносим. Аккуратненько, тюмановно. Аккуратно. Заносим. Туда. Спинку прямо, чтобы все красиво было. Аккуратненько, красота, красота. Ты как в бэкраунд. Я такая эротическая, экзотическая. Ах, ну да. Живот втянуть. Татьяна Салмановна, живот втянуть. Просто показываю, что на том видео, где я вам говорю, такое вот это видео, показываю, я так в шляпе-то, вот это вот. В этом платье, что показывают, что это я. Так что вот. Или вам рассказать про мою карточку Bank of America, чтобы вы знали, что я была Александровой Татьяной Юрьевной. Так что вот. Что я поменяла мое имя, Татьяна Салмановна, Мактун Сайфудин. Или к признанию в любви, вот к этой книжечке. Знаете, мне уже даже в шляпе, уже, понимаете, уже как-то и жаркало. Сейчас я ее сниму. Шляпу я снимаю, обратите внимание. Шляпу я снимаю. Жарковато, конечно, я оделась. Татьяна Салмановна. Так, эту спинку держим, чтобы все существует, чтобы все красиво было. Ах, сейчас, сейчас я приду. Книжечка о признании в любви. Салмановна. Продолжение следует... 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 там еще что-то, ну, я так вот, знаете, навскидку беру, вот, это я вообще на самом деле обхожу как-то вот это вот, моим вниманием стороной, вот. Это вот этот бедный художник, который потратил вот это все вот это, это такая песня «Миллион алхро» стала из Бугачева, понимаете, вот она там стоит, этот художник, знаете, и на все деньги купил эти розы, понимаете, и потом, наверное, такая вот, знаете, вот это вот, на все деньги купил розы, как-то вот это, а потом, наверное, может быть, всю жизнь там мучился вот этой вот своей любовью, там, еще чего-нибудь в этом роде, в общем, честно говоря, как это, как говорится, но с другой стороны, есть такие люди, они очень любят что-то там, вот, какой-то трагизм вот этот вот, эти, может быть, люди, а, он художник, понимаете, он, понимаете, они, может быть, на основе этого, в этом вдохновение ищут, картины пишут, это, как говорится, это их личное дело, вот, я это просто считаю, что это какая-то фигня, вот это, а они, может быть, в этом ищут вдохновение, в этом трагизме, потом, получается, вот такие, какие-то картины, как черный квадрат, потом долго будут объяснять, что это, в общем, что-то такое суперское, наверное, они тоже своего рода, в общем, как-то вот это, так что вот. Знаете, вот по Светлане Ермаковой, люблю того, кто любит меня, не даю никому портить себе настроение, вот, понимаете. Я, конечно, не знаю, я боюсь предположить, понимаете, он что, вот эти розы подарил, потом уже всю жизнь картины там писал, я, конечно, не знаю, так если на вскидку, если прикинуть вот так вот. Ну, да, наверное, он в этом себя как-то находил, это тоже, конечно, какой-то плюс, понимаете. Так, может быть, он бы какие-то картины не написал, кто знает, кто знает. Не знаю, а так он, может быть, написал какие-то картины, а так он мог бы эфирически и сказочно жить свою жизнь и наслаждаться жизнью. Ну и нафига эти картины? Это я вот так вот думаю. Я так бы сел там где-нибудь, знаете, на югах, понимаете, вот это вот, рисовать прохожих, смотрит там, вот это вот, всякие там эти дамочки одинокие, столько одиноких женщин, а он там всю эту трагедию мучился. Сел бы там это рисовать, понимаете, природа, погода, яхты, шикарная погода, вот это вот. Там другое, наверняка, мнение, но я свое субъективное высказываю. Понимаете, если бы он каждый день ходил там в Одессе, еще где-то вот эти картины, люди, шикарная погода, море, и он наслаждался бы шикарной погодой, морем, этими яхтами, этими людьми, которые прохаживаются красивыми, рисовал бы их вот это вот, деньги зарабатывал там, с кем-то там познакомился. Ну, вы поняли, да? Так, губы я уже накрасила. Так что я-то думала, там какая-то другая у меня книжка была, в общем, это, ну да. Понимаете, вот так вот можно мучиться, мучиться, вот это, какой-нибудь стих написать о любви, потом рассказать этой любимой, а ей, может быть, наплевать. Она может им такое сказать, трагедия, понимаете, по всей вот этой, потом, знаете, к психоаналитику всю жизнь ходила, вот это вот. Ну, это я так, это я на вскидку, это я в некоторые моменты просто освещаю в связи с психологией, вот это вот. Потому что многие проблемы, они психологические. Это какая-то несостоятельность, она психологическая. Стих написал, вот так что-нибудь рассказал, потом что-нибудь такое ответили. И, короче, вот так вот подействовало, что потом, короче, попробую это вот это вот. И даже здесь песни есть. Маяковский. Лилечка. Маяковский. Я не буду я читать, это что-то тут, я немножко так вот, может быть, здесь что-то такое идильное есть. Возможно. Вот она здесь, любовь вражда. То есть, любовь можно рассматривать в разных аспектах. То есть, нужно еще им объяснять, что такое любовь. Ну да, вообще, интересно этот вопрос, я вот так задумалась. Да, еще нужно объяснять. Ну, чего, вот эту книжечку Натальи Борисовны Правдиной, вот я буду еще читать. Ну, как я в своей книжке написала о любви. Вот. Тайна о психологии денег, скорее, это богатство и процветание. Ну, почитайте. Ну, вот у них проклятие любые, фигня какая-то, фигня. Полная фигня. Делали бы лучше счастливых фильмов. Наверное, нет спроса. Так уж, знаете, что показали счастливую, люди счастливо живут. А что не показать-то? Показали бы такую счастливую семью, понимаете. Вот это же сериал какой-нибудь. Счастливо живут, путешествуют, богатые. Столько можно всего, понимаете, путешествия их показать. Разные страны показать. Как они счастливы там путешествуют. А почему бы и нет? Какие-то там приключения интересные. Вот. Какие-то встречи с интересными людьми. Представляете, какой бы фильм был феерический? Счастливая семья, счастливые дети, счастливые люди там путешествуют. Их на работе показать. Вот это я понимаю. Понимаете? Богатые живут. Занимаются своим делом. Там работают, путешествуют. Показать их, как они отдыхают. Что-нибудь такое, феерическое. В хорошем смысле. А чего? Наверное, спроса нет. Я не знаю. Наверное, такого спроса нет. Никто не придумал, наверное. Или народ не будет смотреть. Народ хочет драму, понимаете. Народ, наверное, любит драму. Но это другое дело. Вы послушайте эти песни. Там даже песни, стихи песен. Даже возьмешь о любви. Там все вот это какая-то. Трагизм. Все трагизм. Мандельштам. Я не удивляюсь, что я их не читала. Даже в школе там какие-то. Даже в школе я как-то это стороной, понимаете. Вот это все у меня обошло стороной. Что счастье? Что счастье? Ну да. Не, а это что-то не то. Вот так вот купила, подумала, что о чем книгу. Вот так вот купишь, а там фигня какая-то. Хорошо, что еще она маленькая. Маленькая. Ну да. Маленькая книжечка. Признание в любви. Вот так вот почитаешь. Я не все. Я так просто пролеснула. Не стала даже видеопол. Ну что, там видео у меня уже загрузилось. Это такой шорт-шот. Выстиралось у меня уже постельное белье. Сейчас там я развешу. Постельное белье развешу. Что нужно? А, сейчас немножко надо еще что-нибудь такое. Сейчас, наверное, книга Натальи Правдиной или Джозефа Мерфи. Потому что я уже оделась, вы поняли, да? Я уже как-то вот одела костюмчик. Я еще пара там видео таких шорт-шортов делаю. Вот. И уже буду там это под душем. Ну, уже, знаете, как-то вот сообразила. Так, конечно, так немножко нужно какие-то, знаете, такие вот там. Сделать такие, такие тесемочки. И здесь как-то вот на эту завязочку, или как-то эти блючки на завязочку, в общем, на завязочку это как-то сделать, продумать. Я просто так вот быстренько сообразила, как это можно, в принципе, красиво сделать. Дело в том, что у меня рост очень высокий. Метр 75, на каблуках намного больше. А этот явно, явно комбинезон был на более низкий рост. В принципе, если он был рассчитан на более высокий рост, он может быть и так как-то вот это вот был. Ну, так, знаете, этот эротик, более эротик. Так что вот. А так, если его одеть было, он на не высокий, в принципе, этот рост, и там-то молния вот-то сзади была. Ну, поняли, да? Я вот эту штуку перевернула. Я надела вот эту вот спину, да, и спина, и там молния была. Вот, ну, обратили внимание, да? Так что вот, ну, хорошо. С вами я, моя творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли. Ох, такие дизайнеры, какая-то Татьяна Салмана, вообще мечтает быть великой актрисой, певицей. Ну, и также, знаете, моделью дизайнеров. Потому что я же вам загрузила. Ох, я смотрю, как стали нам показывать. Как же я звала с этим, с Капперпидом, как эта модель. Вот эта вот модель, блондинка, вот эта модель. Части, знаете, за 50 лет.